В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Фирма у нас обанкротилась. Подробности вырубки деревьев под расширение улицы Академика Харитона. Скорость и попутный ветер. Саровские байкеры открыли новый мотосезон. Ночь музеев 2019. Саровчан приглашают принять участие во всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. После реконструкции дорога по улице Академика Харитона стала одной из самых оживленных автомобильных трасс в городе. Участок от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с проспектом Октябрьским расширялся до четырех полос в сторону лыжной базы. Вырубка деревьев началась летом 2017 года. Спустя практически два года стали выясняться обстоятельства, при которых проходили подготовительные работы под расширение дорожного полотна. Автомобильная дорога по улице Академика Харитона была расширена до четырех полос не так давно. И несмотря на то, что в городе до сих пор остро стоит проблема пробок, заторы именно на этом участке случаются значительно реже. Дорога сдана в эксплуатацию и функционирует в полном объеме. И вот спустя время выясняются подробности строительных работ на этом участке. Дорогу на улице Академика Харитона расширяли в сторону леса. И перед началом реконструкции необходимо было подготовить территорию и вырубить часть деревьев и кустарников. В июне 2017 года администрации и генеральный подрядчик заключили муниципальный контракт по реконструкции улицы Академика Харитона, в том числе и по вырубке деревьев на этом участке. Компания Андрея Гришина стала субподрядчиком у третьей организации. Объем заключенных в договоре составлял площадь 0,7 гектара и вырубку 624,6 куба древесины и 400 метров кубических порубочных остатков. К договору прилагалась схема расположения лесных насаждений, характеристика и объем древесины, подлежащий заготовке, расчет платы по договору купли-продажи и акт приема-передачи. На выполнение всех работ субподрядчику потребовалось чуть больше месяца. После чего события приняли неожиданный оборот. Тревожный звонок для Андрея Гришина прозвучал, когда на полигоне ТБО сообщили о том, что норма порубочного остатка по договору уже превышена. И вывозить по ней корни и ветви деревьев на городскую свалку уже нельзя. Так как у нас в договоре указано, что вырубка производится совместно с вывозом одновременно, здесь на территории улицы Академики Харитона стали собираться большие кучи с порубочными остатками. О ситуации Андрей Гришин сообщил в администрацию. На место вырубки выехали представители управления капитального строительства. Руководитель компании субподрядчика сообщил, что все нормы по площади вырубки и объему древесины выполнены. На что Андрею Гришину поступило неожиданное устное предложение. Продолжать дальше производить работу, потому что в ложный срок мы не уложимся, чтобы сдать объект вовремя. На что я спросил разрешительные документы. Мне сказали, что все в порядке, что продолжай работу, задерживайся вечерей и выходи в выходные дни. Поверив чиновникам на слово, Андрей Гришин продолжил вырубать деревья под расширение дороги, после чего зашла речь о территории под парковку. Стоянка на 37 автомобилей. Ее очень долго ждали родители, ученики музыкальной, художественной школы и жители близлежащих домов. Но, как выяснилось, ни в одном нормативном документе, ни на одной официальной схеме, прошедшей госэкспертизу, этой территории не существует в природе. В проекте расширение дороги обозначена территория с асфальтобетонным покрытием и бордюрами, напоминающая парковку. Но обозначена она в лесу, совсем не там, где расположена сейчас. А в схеме, приложенной к договору купли-продажи лесных насаждений, стоянки и вовсе нет. На деле местоположение парковки менялось несколько раз. В первоначальном варианте под территорию стоянки попадала даже лыжероллерная трасса. Без нормативных документов, без разрешительных документаций, вдоль дороги отметили краской периметр, который надо было вырубить, я совершил рубку древесины под их чутким надзором. Не было в схеме расположения лесных насаждений и территории лесопарковой зоны напротив музыкальной и художественной школы. Ее Андрей вырубил также, положившись на обещание должностных лиц. Я задал вопрос руководству, почему улица Победы, детский лесопарк, никак не указан в схеме расположения лесных насаждений. Мне сказали, что не переживай, все документы имеются. Я совершил рубку на длину 22 метра, то есть, как и здесь, от поребрика существующие дороги. По итогу цифры, указанные на бумаге и объемы работ, выполненные субподрядчиком по факту, отличались в разы. Напомним, что по договору это 0,7 гектаров лесных насаждений, 624 кубических метров древесины и 400 порубочных остатков. Если даже замерить по прямой, длину дороги, которая входила в реконструкцию, составляла 850 метров длины и 22 метра ширины, что получается 1,87 гектара. Это не считая стоянки, вырубленной по 37 автомобилей мест. По словам Андрея Гришина, никаких обещанных документов, а соответственно и денег за работу сверх заключенного первоначального договора он не получил. Сейчас в ситуации разбирается полиция, следственные органы и прокуратура. Мы направили официальные запросы в администрацию города и лесопарковое хозяйство. В ответе на вопрос, соответствовал ли результат выполненных по договору работ первоначальной схеме вырубки, чиновники ссылаются на проектную документацию. В ней указано, что площадь вырубки 15 202 квадратных метра, что составляет чуть больше полутора гектаров. Эта цифра тоже имеет мало общего с реальностью. Администрация с нашей фирмой не выходила ни на переговоры, ни на какие-то дополнительные условия, чтобы как-то закрыть свой долг перед нашей фирмой. Фирма у нас обанкротилась. Из того же официального ответа администрации следует, что за вырубку деревьев и кустарников субподрядчику заплатили 421 875 рублей. В своем обращении в администрацию Андрей Гришин обозначает, что стоимость выполненных работ составляет больше 2 миллионов рублей. Цифры разнятся, данные на бумаге не соответствуют реальным показателям выполненных работ. В документах по расширению улицы Харитона слишком много несоответствия. Сейчас Андрей Гришин обращается в областную прокуратуру и следственный комитет, чтобы восстановить справедливость и привлечь к ответственности тех, кто не выполняет взятые на себя обязательства. В весенне-летний период полицейские все чаще регистрируют заявления о краже велосипедов. Двухколесный транспорт пропадает со специализированных стоянок. У торговых центров, учреждений с массовым пребыванием людей и из подъездов. Раскрытие таких краж усложняет то, что у большинства потерпевших нет документов на велосипеды. О правилах безопасности, которые позволят сберечь свой двухколесный транспорт, расскажем в следующем репортаже. Весной и летом горожане все чаще оставляют свои автомобили и пересаживаются на велосипеды. Вот только легкий и маневренный двухколесный транспорт очень часто становится объектом внимания для злоумышленников. В этом сезоне в нашем городе зарегистрирована только одна кража велосипеда. Для того, чтобы статистика полицейских не возросла, стоит помнить простые правила. Если велосипед, допустим, пристегнут, даже рама пристегнута к колесу, то злоумышленнику гораздо сложнее совершить и похитить, потому что надо там определенное количество времени нести его. Велосипед, хоть они сейчас и облегченные формы, но все равно представляет определенную массу. Для большей безопасности велосипед стоит пристегивать специальным тросом к трубам в подъезде или другим объектам. Если злоумышленник попытается справиться с таким креплением, это вызовет шум и неизбежно привлечет внимание. И тем самым спасет собственника двухколесного транспорта от неприятной ситуации. Многих проблем можно избежать, если иметь при себе документы на велосипед. В институтах по эксплуатации, где указан серийный номер, который также указан на раме внизу, где педали, под педали, если перейти велосипед, то можно отчетливо увидеть серийный номер, заводской номер велосипеда. Стражи порядка напоминают, что чем раньше потерпевший или свидетель кражи велосипеда обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать злоумышленника. До 15 мая на территории Нижегородской области сохранится четвертый класс пожароопасности лесов и торфянников. Об этом сообщили в Департаменте лесного хозяйства региона. На официальном сайте Департамента размещена электронная карта области, на которой отображается актуальная информация о пожароопасной обстановке в лесах. При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщать об этом на прямую линию лесной или пожарной охраны. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детская школа искусств продолжает прием заявлений на следующий учебный год. При себе необходимо иметь копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей. Для поступления на хореографическое отделение требуется еще медицинская справка. Документы будут принимать до 25 мая по адресу улица Гагарина, дом 22. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-84-00. 17 мая воспитанники театра студии «Мы» дадут благотворительный спектакль «Пузырьки». Он начнется в 18 часов. Спектакль пройдет в рамках благотворительного марафона «Город единственно непохожих» в молодежном центре. Все собранные средства пойдут на издание первого соровья литературно-поэтического сборника одаренных людей-инвалидов. Во второй гимназии в рамках социального проекта прошла благотворительная ярмарка «Протяни руку помощи». Активисты пионерской дружины «Радуга» продавали поделки, которые они сделали своими руками. Вырученные от продажи средства ребята передадут в приемник безнадзорных животных «Подари жизнь». Котики и лисички по 50 рублей, кактусы из бисера чуть дороже. А еще заколки из фоамирана, открытки, свечи можно поштучно или в наборах. Полтора месяца активисты пионерской дружины «Радуга» готовили поделки для благотворительной ярмарки по сбору помощи приемнику безнадзорных животных. Сначала все началось с мозгового штурма, с поиска в интернете, поделок, потому что задача стояла сделать что-то интересное, необычное, но при этом максимально простое в плане материалов. Это вторая акция, которую организовали пионеры второй гимназии. В прошлом году на ярмарке они выручили почти 20 тысяч рублей, которые передали волонтерам из приемника «Подари жизнь». Поэтому к весенней акции готовились основательно. Анастасия Виноградская за несколько недель сшила из фетра более 150 брошек котиков. Ни одна мордочка на брошках не повторяется. На самом деле здесь большее дело в твоей креативности. Какого ты котика придумаешь, потому что каждый котик у нас чем-то с самым отличается. У кого-то пластырь, у кого-то, возможно, рожек от единорога. Девочки признали, что совмещать учебу и рукоделие было сложно, поэтому на помощь приходили родственники – мамы, папы, сестры. Без них вряд ли бы получилось сделать так много вещей в стульжатые сроки. Также мне помогала моя бабушка. Мы вместе с ней делали брошки кактусов, и она сделала вот эти замечательные весенние корзинки. Поделки на весенней ярмарке тепла пользовались большим спросом. Узнав, что денежные средства пойдут на помощь животным, посетители даже не спрашивали цену поделок, а просто опускали в ящик купюры и брали на память какое-нибудь украшение. В нашем городе стартовал очередной мотосезон. Саровские байкеры традиционно собрались на автодроме Десав и стройные колонны проехали по улицам города. Всего в стартовом пробеге приняли участие более 50 мотоциклистов. О том, как они открывали летний сезон и планах участников мото-клуба на ближайшие месяцы, расскажем в следующем репортаже. Самые закаленные байкеры выехали на дороги нашего города уже давно, как только сошел снег. Но официально мотосезон открывается в мае. На автодроме Десав владельцы выстроили в ряд мотоциклов всевозможных моделей и конфигураций. Поблескивая на солнце никелем, они притягивали к себе зрителей. Байкеры охотно рассказывали о своих мото- и квадроциклах и демонстрировали возможности техники. Сергей Лопатников – один из тех, кто не представляет своей жизни без скорости ревого мотора. Марка и модель техники для него не важны. Как говорит мужчина, главное, чтобы были два колеса и мотор. Он водит мотоцикл уже более 20 лет. Любовь к двухколесному транспорту передалась ему по наследству. Ну, может быть, семейная традиция. Отец ездил на байке, брат ездил на байке. Теперь я езжу на байке. Это очень давно началось. Среди собравшихся на открытии мотосезона было много новичков. Некоторые совсем недавно обзавелись двухколесным транспортом. Другие водят мотоциклы не один десяток лет. Их байки отличаются оригинальным оформлением. Мотоциклов в городе достаточно много, и они постоянно увеличивают свое число. Мотоциклисты не только молодые люди, но и девушки активно учатся, ездят. Причем многие ездят достаточно серьезно. В планах мотоклуба не только ездить по городу в свободное от работы время. Байкеры планируют организованные поездки далеко за пределы области. Естественно, мы не забываем о наших, можно сказать, подопечных о детском доме, куда мы тоже планируем съездить. Но мы эти поездки планируем совместно с волонтерами. В честь открытия сезона ровно в полдень байкеры стройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая правила дорожного движения, они прокатились и по старой части города, и по новому району. 17 мая в нашем городе пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Двери выставочных площадок и музеев будут открыты для саровчан с 7 часов вечера и до полуночи. В программе акции, презентации выставок, концертные, игровые программы, творческие, мастерские и благотворительные акции. Подробности далее. Всероссийская акция в этом году станет 11-й по счету для художественной галереи. Каждый раз ее сотрудники ищут новые подходы для того, чтобы очередная ночь музеев стала незабываемой для саровчан. В этом году здесь будут работать 12 площадок. Гостей ждет лекция о городской архитектуре, арт-лаборатории, концерты, танцевальной перформансы и многое другое. Изюминкой вечера станет арт-лаборатория «Пигменты лайф». Мы покажем вообще, как выглядят краски до того, как их мы получаем уже в коробочке, покупаем в магазине. И даже самые смелые попробуют сами смешать эти пигменты, что из этого получится. Во время ночи музеев галереи презентуют две выставки «Ее глазами» и «Гиперреализм. Романтический постмодернизм». Автор последней, московская художница Ольга Гречина, приедет на открытие и встретится со зрителями. К ночи музеев традиционно присоединится библиотека имени Маяковского. Здесь идет активная подготовка к акции, чтобы каждый посетитель нашел для себя подходящее занятие. Основным лейтмотивом, объединяющим площадки библиотеки, станет театр. Здесь можно сыграть и в театральное лото, и вспомнить основные события, которые связаны с нашим драматическим театром, которому в этом году он исполнил 70 лет. Можно с помощью скороговорок проверить правильность речи, дефекты, можно отгадывать неизвестные слова. Большинство площадок ночи музеев будет открыто с 19 до 24 часов 17 мая. Подробную программу можно посмотреть на сайте artsarov.rf. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА